Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за игрока. Хавьер Муниас готовится у нас к дебюту за Мадридский Реал, но перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе, буду рада всех там увидеть. Ну что же, давно не выходили у нас ролики, на канале стримы тоже немножечко так подпропали, но сейчас более-менее как бы разгребаю все свои дела. По работе, кто не знает, я являюсь сотрудником пресс-службы футбольного клуба ТЭМП, который является вот этим, входит в число четырех любительских команд Кубка России, там на стадии 1-128, то есть Амкал, Тудроц, Ставрополь, Агросоюз и вот как раз футбольный клуб ТЭМП из города Барнаул, вот в котором я и работаю, то есть тут немножечко так навалилось. И именно сегодня я записываю этот ролик, 31 августа, сегодня у нас важная игра в 1-128 против Омского Иртыша. Играем на выезде, наш второй профессиональный матч в истории, поэтому будем держать за ребят кулачки и верить. Но давайте вот этот момент упускаем и переходим к ролику. Итак, во-первых, звание кандидат, ну тут мы попали в кандидаты на звание игрока месяца в январе, мы, Родриго, также Делорд и Гомес. Вот, два игрока из Реала, при том, что я получил вот это вот право быть в кандидатах из Валенсии, но уже как игрок Реала могу получить. Давайте пробежимся по расписанию сегодняшнему. Ну, во-первых, у нас Лига Чемпионов. Мы играем против Тоттенхэма, выездная первая игра, потом будет домашняя. Также мы уже в январе, нет, это февраль, прошу прощения, феврале встречаемся против Валенсии, но играем дома в рамках чемпионата, поэтому сразу же встретимся против своей бывшей команды. Ну и на, так сказать, десерт у нас Эль Классика. Мы играем против Барселоны и, кстати, тоже дома, поэтому сейчас Барс идет на втором месте. Ну, мы делим первое, там по каким-то, не знаю, критериям мы на первом месте, не знаю, может быть из-за личных встреч. Вот, по разнице мячей мы тоже получше идем на два мяча, опережаем, вот как-то. Так, ну а сейчас игра Реал Мадрид против Леванте, состав в наших кранах. Меня, кстати, выпустили на позицию ЦФД, в принципе, неудивительно из-за того, что я поставил себе новую позицию форварда, вот, поэтому все, как я и хотел. Там у них был, я сейчас не вспомню, кто, Бензема был и Роберто Фермино, если я не ошибаюсь, вот, поэтому, ну, состав в наших кранах, поехали. Итак, перешли мы в Мадридский Реал в статусе главного бомбардира и лучшего бомбардира на данный момент в этом сезоне в Ла-Лиге. 20 забитых мячей у Хавьера Муниаса. Одна из наших целей на эту карьеру выполнена. Мы, во-первых, перешли в Мадридский Реал. И если так, ну, во-первых, давайте по заданиям. Оценка не ниже, командное владение и дать голевой пас. Я даже не знаю. Давайте оценку попробуем. 10-0. Вот. Задания у нас какие были? Во-первых, это попасть в Мадридский Реал. Первоначальная эта задача. Но мы выполнили ее, если я не ошибаюсь, второй. Вот. Дальше у нас была задача, это выиграть Лигу Чемпионов. Мы, в принципе, нацелены на эту задачу в этом году. Именно с Мадридским Реалом, мне кажется, шансы у нас неплохие, нежели чем с Валенсии бы были. Дальше выиграть трофей со сборной. Это мы тоже сделали, причем с первой попытки. Мы впервые участвовали на чемпионате мира 2022 года и выиграли его. Поэтому трофей тоже есть. И осталось выиграть золотой мяч. Но это уже, так сказать, во снах, в сказках. А вот Муниас имеет хороший момент. Ну, вот здесь вот Родриго Тобей уже затянули. Ну, а там уже был и офсайт. Ну, и пропускаем. Столько моментов было у нас, действительно, которые я создавал, которые мы просто не реализовали. А вот здесь вот буквально в первом своем моменте Леванте забивает. Здесь все, здесь не Валенсия. Здесь проигрывать ни в коем случае нельзя. Нам надо выигрывать каждый матч из каждого возможного. Аймуния забивает гол на 75-й минуте. Сравнивает счет. Надо забирать, конечно, мяч. Бежать, отыгрываться, потому что время-то еще есть. Надо выходить вперед. Опасный момент. И второй пропускает Реал. Что за гандикап сейчас в пользу Леванте пошел? Два момента у Контера. И он забивает свои два первых гола в сезоне, в чемпионате Испании. Именно в ворота мадридского Реала. Да еще и на Сантьяго Бернабео. Это что за бред-то такой? Когда FIFA начнет все-таки быть реалистичной игрой. И все. В финале с истоком мы проигрываем в первом же нашем дебютном матче Леванте. Вот просто замечательно. XG, внимание, 4.2. У нас было 12 ударов. И всего лишь один только удар залетел. Я понимаю, там есть некоторые еще какие-то заблокированные удары. Там не в створ, но все же. Посмотрим по таким ударам даже. В створ было 6. То есть половина этих ударов. Один мимо. Остальные пять заблокированы. А у них просто два удара. Я не знаю, в створ или не в створ. Всего. Нет, всего. Ну, четыре в створ. Окей. Но все же. При полном доминировании Реала побеждает Леванте. Ну и по заданиям, кстати, мы выполнили два из трех. Получили оценку. 9.4. 62% было командного владения. Ну и не отдали голевую передачу. Анчеллоть сейчас разносит, конечно, нас в раздевалке. Ну и что теперь у нас за ситуация. Мы на втором месте. На три очка отстаем до Барселоны. И просто все супер. Так, ну и, кстати, Родриго, уже наш действующий одноклубник, стал игроком месяца в январе в Ла Лиге. Поэтому мы его поздравляем. Барселона выиграла свою игру. Поэтому нам теперь ни в коем случае нельзя проигрывать. Шесть очков отставания у нас. Ну и матч в запасе у нас. Поэтому надо выиграть все возможное. Обыгрывать Барселону в ответке, в личной встрече. И надеяться на то, что они потеряют когда-нибудь там еще очки. Реал против Рая Валикана. Поехали. Как будто вот день сурка. Снова Сантьяго Барнабео. Снова Реал принимает, ну, казалось бы, слабую команду. Рай Валикана. Зидан в роли перформанса от болельщиков. Мадридского Реала забыла сейчас задание, кстати, выбрать. И какое в итоге? Не проиграть мы выбрали. Именно выиграть. Только это три удара по воротам надо нанести. И оценка не ниже 8,5. Мне кажется, вполне реальные задания. Будем пытаться сейчас забивать. Забивать много и реализовывать все моменты, которые вот у нас не были реализованы в матче против Леванте. И все-таки забивает Хавьер Мунис. Здесь просто, ну, отобрал этот мяч. Но получилось, как получилось. И все-таки на 83-й минуте Мунис забивает. Там вроде, я не знаю, кто Гомес вроде это был. Пробивал, но там бы мяч, мне кажется, не долетел бы до створа ворот. Поэтому я его так подкорректировал. Не знаю, будет ли голевая у Гомеса. Но второй наш гол за Мадридский Реал и 22-й гол в чемпионате Испании. Наконец-то получилось забить, выйти вперед Реалу. Правда, в концовке, но главное сейчас не пропустить. И все, финальный свисток. Первая победа Реала, которую принес Хавьер Мунис, забив гол на 83-й минуте. Мне очень сейчас интересно посмотреть, отдал ли все-таки голевую Комес на меня или нет. Засчитали ли? Он там вроде бил на самом деле. Ну нет, не засчитали, к сожалению. Никто не отдал голевую передачу. Ну 9-6, Мунис становится игроком матча. Итак, выполнили мы рейтинг матча. Но вот задания ударов в створ нет. Всего лишь два удара мы нанесли. Ну и также избежали поражения. Ну что же, а вот и Лига Чемпионов. Давайте посмотрим, разберем команду Тоттенхэм. Ну, интересная команда, как она сейчас выступает в английской премьер-лиге. Идут, кстати, на втором месте. На первом месте Сити. В 7 очков отрыв у них. То есть более-менее убедительный. Но вот дальше идет здесь прям рубка. Со второго места, можно сказать, до 5-6. Потому что там Челси 9 очков отставания до второго места. Идут на седьмом месте. Но вот МЮ не так далеко до Тоттенхэма. Поэтому, ну, на данный момент второе место в английской премьер-лиге у Тоттенхэма. Вот, кстати, Тоттенхэм-то хотел, чтобы я к ним пришел. И вроде это было уже после закрытия летнего трансферного окна. Итак, как же закончил свой путь в футбольный клуб Тоттенхэм? На втором месте проиграли на выезде Атлетика Мадриду 2-1. Дома минимально обыграли Брюги 1-0. 2-1 на выезде обыграли Паук. Также дома 3-2 обыграли Паук. И сыграли в ничью дома с Атлетика Мадридом. Вот. И на выезде 4-1 разгромили Брюги. То есть вот один раз проиграли только Атлетика Мадриду. Ну вот сейчас очередная команда из Мадридов приедет в Лондон, чтобы сыграть с Тоттенхэмом. Составы на ваших кранах. Не знаю, кого здесь могу выделить. Из новеньких, наверное, Элведи. Из Боруси Менхенгладбах Фред появился. Пал Хинья. Не знаю, вот этот Кокерет тоже вроде новичок. Раньше я его не замечал. Но так вроде все. Тоттенхэм против Реала. Поехали. Итак, мы на Тоттенхэм Ходспур Стэдюм. Одна восьмая финала Лиги Чемпионов. Так, оценка ниже 8.5. Обводки и два удара. Давайте обводки попробуем взять. Впервые я участвую в раунде плей-офф Лиги Чемпионов. Я и, в принципе, впервые этот сезон провожу в ЛЧ. Свой первый сезон в Еврокубках я провел за Марсель. Начал его как раз тоже с раунда плей-офф. И тогда мы выиграли этот трофей. В прошлом сезоне участвовал вместе с Валенсией в Лиге конференции. И полностью отыграл этот сезон. Мы его тоже выиграли. Данный трофей. То есть все второстепенные Еврокубки в коллекции у Хавьера Муниаса есть. У нас всего было два игрока из Ла Лиги. Это я и Робертсон из Барселоны. Муниас забивает гол. Тут даже камеры просто не успели все это дело показать. Но в итоге Муниас подбегает к болельщикам. Которые приехали из Мадрида в Лондон поболеть. И вот так вот сразу же буквально вы просто посмотрите. Никто не смог отобрать мяч. И просто хороший удар в дальний угол. Муниас забивает. Сейчас узнаем какой гол в Лиге чемпионов. Седьмой в семи матчах. Ну кстати вот здесь ошибка. В реальном футболе такое бы не допустили. И Муниас бы просто не играл бы за Мадридский Реал. Потому что мы помним переход Каутиньо в Барселону зимой. И он не участвовал в матчах Барселонной Лиги чемпионов. Потому что был заявлен за Ливерпуль на весь сезон ЛЧ. Так что если бы тогда Ливерпуль обыграл в финале Мадридский Реал. Каутиньо бы взял тоже золотые медали. Потому что он был заявлен. И Вальверде делает счет 2-0. 64-я минута. Забивает Уругвайц. И все. Финальный сысток. Уверенная выездная победа Мадридского Реала. Мунис и Вальверде забили по одному мячу. И со спокойной душой возвращаются в Испанию. Лучшим игроком признан я. 8-5 у меня оценка. Ну а Бавария все-таки обыграла Рому. Со счетом 2-1. Хотя после первого тайма Рома вела 1-0. По заданиям выполнили мы только успешные обводки. И 8-5 мы получили. Но задача была не ниже 8-5. Вот. Ну и всего лишь один удар мы нанесли. Который, ну в принципе-то и оказался ключевым в этом матче. И победным. Ну что же. Встречаемся против своей бывшей команды. В которой мы заработали себе имя в Европе. Итак, вторая строчка играет против третьей. Хоть у нас лидерство в 7 очков. Но в любом случае терять очки нам нельзя. Будем надеяться на то, что потеряет их Барселона. Ну а мы должны просто обыгрывать Валенсию. Снова у нас игра на Сантьяго Бернабео в чемпионате. Состав в наших ранах. Поехали. Итак, Реал Мадрид против Валенсии. Мы на Сантьяго Бернабео. Задание оценка ниже 8-5. Обводки и три удара по воротам. Давайте возьмем 60% успешных обводок. И Бланко бьет и забивает. 19-ая минута. Валенсия выходит вперед. Передача на Муниса. Мы передачу на Родриго. Тони Кросс забивает и сравнивает счет перед самым перерывом. Замечательно. 44-ая минута. 1-1. Поучаствовали мы в этой атаке. Отлично ее разыграла вся наша команда. И забивает. Забивает Дэниел Васс. 53-я минута. Счет 2-1. Мунис. И забивает Мунис. Не будет он праздновать. 87-ая минута. Просто забирает мяч. И надо идти. И успевать забивать еще. Отличный момент, конечно, здесь был. На ложном убрал. В дальний пробил. Но надо было пораньше, конечно, справляться. Но вот Валенсия тоже удивила нас в сегодняшнем матче. Вроде бы потеряли одного из ключевых игроков по ходу сезона. То есть времени так много прошло после ухода Хавьера Муниса в Мадридский Реал. Но, как мы видим, без него команда даже выигрывает. Выигрывала на Сантьяго Бернабео. Вела по ходу матча. Голевая ничья. 2-2. Валенсия. Можно сказать, что именно Валенсия упускает 3 очка в матче против Реала. Ведь в обоих случаях Валенсия вела по ходу матча. Но лучшим игроком, я не знаю, наверное, наш вратарь или вратарь. Но, скорее всего, мне кажется, вратарь Валенсия. Лучший игрок. Да, 8-8. Кристиан Ривера с рейтингом 72. Все. Мне больше сказать нечего. У Валенсии 3 удара. 3 удара. Сколько в створ было? Ну и в створ все 3. Там один, я не знаю, куда был. Один удар с лета был. Поэтому, скорее всего, Тибу Крутуа и не пропустил. Ну, замечательно. Очередная потеря очков. Ну, а по заданиям мы выполнили, кстати, абсолютно все. И 8-6 оценку заработали. Обвод к 73%. И 7 раз лично мы пробили по воротам. Ну, а, кстати, мы-то могли уменьшать отставание до Барселоны. Они, я так понимаю, сыграли в не чудо. С Хитафи дома 2-2. Поэтому отставание у нас в 3 очка. Ну, вот как-то так. Сами себе помешали уменьшить преимущество до минимума. В итоге у нас сейчас выездная игра против Реал Соседада. Они идут на 9-й строчке. Барселона свой матч еще не провела. Мы не будем даже смотреть, как они сейчас. Если бы даже провели, нам надо просто брать и выигрывать. Состав Реал Соседада на ваших экранах. Наш состав тоже. Начинаем. Ну что же, Реал Соседад принимает Мадридский Реал. И задание на этот матч. Оценка не ниже 8-5. 10 передач на половине поля соперника. И не проиграет. Давайте попробуем действительно выиграть. Уж этот матч передачи, мне кажется, мы сможем сделать. Ну и оценка отсюда уже и будет вытекать. Имунец. Ну как вот он проходит на скорости оборону. Реал Соседада и забивает и выводит Мадридский Реал вперед. 1-0. 35-я минута матча. Так, Мунец с мячом. Неплохо. И можно увеличивать свое преимущество, конечно же. Буквально дуплетом залетает второй мяч у Хавьера Мунеца. И это его первый дубль в составе Мадридского Реала. Так, Тони Кросс. И хороший какой удар. Это Куба. Забивает третий мяч и доводит счет до разгромного. Ну просто посмотрите, как он здесь. Ну на противоходе вроде как поймал. Голкипер в правую сторону двигался. Но Куба решил пробить в ближку. Да еще и от штанги забивает. Забивает Токефуса Куба. Забивает первый гол в этом сезоне в Ла Лиге. Ух, как Мунец-то сейчас разобрался с обороной. Реал Соседады забивает хэт-трик. Ну что за матч? Что за матч показывает Хавьер Мунец? И забил-то он, кстати, в пределах времени. То есть если кто-то будет говорить, что уже добавлено время стекло, но нет, 20 секунд еще играть оставалось Реалу. Дополнительная минута еще не закончилась. И вот так вот шикарно на дриблинге проходит Мунец и забивает свой первый хэт-трик за мадридский Реал. Все, разгромнейшая победа Реала на выезде. 4-0. Обыгран Реал Соседад. Ну и по заданиям мы выполнили абсолютно все. И оценка не ниже 8.5, и ровно 10 передач на половине поля соперника. И избежали поражения. Так, ну и мы сравнялись с Барселоной по очкам. Но у них игра в запасе. Поэтому будем ждать сейчас, как отыграет Барса. А они, кстати, снова, я так понимаю, сыграли в ничью. И поэтому у нас отставание минимальное. С кем они сыграли в ничью? Это надо вот листать до самого конца февраля. Вот мы обыграли Реал Соседад. Они сыграли с Малеркой. В ничью 1-1. Так, ну и кандидаты на звание игрока месяца в феврале. Куртуа и Мунис. Единственные два игрока из Реала. Дальше у нас здесь Диа из Велериала. И Олаза из Реал Валидолида. Поэтому, ну, посмотрим, получится ли у нас навязать борьбу и взять первую статуэтку, как игрок месяца, именно в мадридском Реале. В этом году я единожды был признан игроком месяца, но это в составе Валенсии. То есть, если в Реале здесь написано лучший игрок месяца, то это, в принципе, считается за сезон. Но память-то у меня хорошая, вроде как. Поэтому получил я эту статуэтку именно в составе Валенсии. Ну что же, сейчас интереснейший матч. Хоть и Севилья как-то неуверенно идет по ходу этого сезона в таблице. Лишь 14 место. Посмотрим, получится ли у Реала перенести вот этот наплыв эмоций, который был на выезде против Реала Соседада. Перенести теперь на домашнюю арену и с таким же счетом обыграть Севилью. Составы на ваших экранах. Начинаем. Итак, Реал против Севильи. Матч чемпионата Испании. Оценка не ниже 8,5. Забители отдать минимум 2. Я даже не знаю. Возьмем оценку, потому что в любом случае, если я забью либо отдам голевую, мне кажется, у меня уже оценка будет 10-0. Поэтому первоначальное задание у меня, наверное, все-таки будет забить гол. Вальверде через Родриго. Но здесь и убегать можно. Мунис. Отлично. А уходит еще и от подката Хавер Мунис. Надо бить. Надо бить и забивать. Мунис. 11-я минута. Хавер забивает. Ворота Севильи. Отлично. Еще и Мунис. Сейчас может ворваться. Либо отдать голевую. Вальверде забивает. А мы и выполнили свою задачу. Нам надо было гол плюс пас сделать. И мы это сделали уже в первом тайме. Это наша первая, кстати, голевая. Составим мадридского Реала. И отдаем мы ее на Федерико Вальверде. Финальный свисток. 2-0. Гол плюс пас у Хавьера Муниса за этот матч. Ну и признан он игроком матча. 9-9 у него оценка. Ну и по заданиям. Не получилось дополнительной. Представляете, вот одну десятую нам за что-то сняли. Я не знаю, за что не получилось. Дополнительную задачу выполнить. А так и оценку, участие в голах и счет мы все выполнили. Итак, важная игра сезона. Понятно, что мы выиграли первый матч со счетом 2-0. Есть хороший задел перед ответной домашней игрой. Но все-таки важность от этого матча не пропадает. Во-первых, мы стали игроком месяца в феврале. Это второй раз, когда мы получили данную награду в этом сезоне. Надо, кстати, посмотреть, сколько максимум мы получали. Вот просто забьем сейчас эфирное время вот этим вот выяснением. Потому что, ну, лично мне интересно. Так, я вот, кстати, в сезоне 21-22, получается, в трех разных командах, я 9 раз становился игроком месяца. А играть начинают с августа, если я не ошибаюсь. Ну, понятно, что там МЛС еще, но не суть. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Всего 10 месяцев. То есть, ну, примерно я сейчас посчитал, 9 из 10 раз я становился игроком месяца. Супер. Поиграв, причем в трех лигах, считайте, ну, за один сезон. Вот как-то так. В сезоне 22-23 у меня тоже почему-то написано лучший игрок месяца 9 раз. Ну, значит, в принципе, тоже вот 9 из 10 я становился игроком месяца. Ну, и вот вот этот сезон всего лишь 2 раза. Ну, что же, Реал Мадрид против Тоттенхэма. Составы на ваших экранах. Пока что счет у нас 2-0 в нашу пользу. Начинаем. Итак, мы еще и лучшие бомбардиры Лиги Чемпионов на данный момент. У нас 7 голов в 7 матчах. И вот сейчас начинается 8-я игра. Так, я опять пропустил задание. Скипнул. Так, ну, задачу, может быть, я бы и выбрал такую же. То есть 10-0 получить оценку. 10 передач на половине поля соперника. И тут командное владение. Это уже не от меня зависит. Но попробуем отдать 10 передач на чужой половине. Через Венисиуса. Муниес. Вот отличная же сейчас попытка есть. Муниес. Ну, шикарно. И забивать. Да, так и есть. 3-0. Реал Мадрид выходит вперед в этом матче. А Муниес снова выводит Реал вперед. В прошлом матче именно Муниес забил первый гол, который стал, по сути, победным. Ну, и сейчас происходит такая же ситуация. Пока что можно громко так заявить, что именно благодаря Хавиру Муниесу Реал пройдет Тоттенком. Если, конечно, пройдет. Проходит защиту. Вальверде еще и передачу отдает. И 2-0. Вальверде просто сотворил этот гол для Муниеса. В итоге Муниес за 2 игры в составе Мадридского Реала в Лиге Чемпионов забивает 3 мяча ворота Тоттенкома на стадии 1-8. Уверенная домашняя победа Мадридского Реала. Дубль Муниеса. Ну и, в принципе, можно уже говорить, два гола Хавира Муниеса стали победными в прошлой игре и в этой. Поэтому вот два победных гола Муниеса и принесли Мадридскому Реалу выход в четвертьфинал в этом сезоне. Лучшим игроком признан я. 10-0 у меня оценка. Ну и задание по матчу. 10-0 оценку дополнительно даже мы выполнили. Ровно 10 отдали передачу. Но вот здесь вот командное владение, уж простите, это не от меня зависит. Тут владение мы отдали именно Тоттенхэму. В принципе, правильно сделали, раз победили. Ну и сейчас у нас выездная игра против аутсайдера. На данный момент в чемпионате Испании против Хетафи. Они идут на 18-м месте. У нас одно очко отставания до Барселоны. Поэтому нельзя ни в коем случае рассчитывать это как ошибки вот такие именно у Барсы. То, что они расслабились, нет. Барса соберется, если это нужно будет. А нам надо не расслабляться в любом случае. Потому что мы не на первом месте и у нас нету хорошего задела. Да даже при хорошем заделе никогда нельзя расслабляться. Надо играть всегда до конца сезона. Хетафи против Реала. Начинаем. Ну что же, выездная игра. Посмотрим, получится ли сегодня выполнить нам задание. А вот и они. Оценка не ниже 8-5. Командное владение. И снова забить или отдать. Поэтому давайте я лучше возьму оценку. Потому что я ее в любом случае получу. 10-0. Если забью и отдам. И мы пропускаем. Хетафи забивает на 32-й минуте. 1-0. Через Муниза. Ну и все. Здесь мне кажется, ну надо. Уже забивать. И сравнивать счет. Нет. Попадает прямо в защитника. Но... Вратаря, прошу прощения. Но в ответ все-таки получилось мяч поймать на ногу. Муниза прям отталкивает его этот мяч. Не получается до него добраться. Вот главное, что получилось. Забить. Тут даже и мяч получилось принять. После вот этого вот отскока на нас. Вот. Ведь могли перехватить. Надо было бить, мне кажется, первым касанием. Но... Как получилось уже. А по итогу Хетафи забивает еще один гол. 57-я минута. И вот такой вот лонгшот. Скажите мне, сколько у него голов у Фернина в этом сезоне в чемпионате? Один? Он нам первый гол забил? Нет. Пятый в 20-ти матчах. Ну да ладно. Отлично. Здесь снова надо на скорости проходить и забивать. Отлично. Дубль Муниза. Как минимум эту задачу мы уж точно выполнили. По голевым действиям в игре. Теперь надо только вот победить. Больше мне ничего в этом матче не нужно. Увидел он забегание Муниза. И отлично. Но надо забивать хэтрик. И Муниз это делает. 81-я минута. Хавьер Муниз забивает очередной хэтрик в составе Мадридского Реала. Второй на его счету. За вот эти вот, ну нельзя сказать полгода, но вот после его перехода уже случилось два хэтрика. Причем оба в рамках чемпионата Испании. Вот сейчас в матче против Хетафи и в выездной игре против Реал Соседадо. Ну и кстати вот два хэтрика на выезде. Это хороший результат. И все, финальный свисток. Можно сказать, что мини-волевая победа у Мадридского Реала. По ходу матча они дважды проигрывали, но в последнем случае, когда мы сравняли счет и сделали счет 2-2, Муниз побежал и забил третий гол. Хэтрик на его счету. 10-0 у него оценка. Ну и по заданию выполнили абсолютно все. Оценка 10-0. Дополнительная задача была командное владение. Кстати, ровно 55%. И участие в голах сделали 3. Так, ну и Барселона, как я понимаю, выиграла свой матч. Последний, крайний. Вот, и поэтому снова на 1 очко нас опережают. Да, у них там тоже счет 3-2 был против Севили на выезде. Итак, стали известны, кстати, четвертьфинальные пары. Давайте посмотрим. Сити прошли Атлетика, поэтому мы единственная команда из Мадрида в четвертьфинале. Барселона прошла Ливерпуль. Вот так вот отомстили за тот самый полуфинал. Мы прошли Тоттенхэм, без шансов. Бавария со скрежетом прошла Рому. Пассажири минимально прошли Порту. Ювентус, кстати, прошел Валенсию. Вот тогда. Вот. Наполи. Уверенно прошли Фейнорд. Ну и Юнайтед, кстати, вылетает от Аталанты. По итогу, с кем бы я хотел сыграть? Ни с Манчестер Сити, ни с Барселоны, ни с Баварией, ни с ПСЖ. Не знаю насчет Ювентуса. Можно с Наполи и с Аталанты. Вот. С другими я бы не хотел. Но, кстати, повезло с Джеребевкиным выпадает Аталанта. Барселона будет играть против ПСЖ. Бавария против Наполи, а Сити против Ювентуса. Итак, ну и предпоследняя игра на сегодня. Мы играем дома против Сельды. Они идут на 11 месте. Составы на наших кранах. Поехали. Итак, Сантьяго Бернабелл. Получится ли у Хавьера Муниса забить хэт-трик в домашней игре? Потому что забил он уже за Мадельцик Риал 2 хэт-трика и 2 на выезде. Итак, оценка 9.0. 10 передач на половине поля соперников. И забить гол за пределы штрафной. Давайте 10.0. Попробуем взять оценку. Ну и будем пытаться сначала, наверное, просто выйти вперед. А потом уже лонгшоты бить. Так, Винесюс неплохо. На Муниса отдает. Но надо забивать. И шикарно. Первым же ударом Мунис открывает счет в сегодняшней встрече. Ну и все. Полегче будет в любом случае играть в сегодняшнем матче. Теперь будем стараться забивать лонгшот. Так, Винесюс. Отлично проходит Мунис. Но надо попробовать. Есть! Есть этот как раз гол с лонгшота. С первой попытки. Причем я попробовал пробить. Я думал, сейчас у меня просто мяч. Защитник отберет и все. А в итоге нет. Неплохо так пробили. Надеюсь, да. Естественно, из-за пределов. Штрафной. Очень хороший удар. Галкипер. Там вроде даже немножечко как-то пытался докоснуться. Но вот не вышло. Отлично проходит. И бежит забивать хэт-трик. Обещал Мунис забить его дома. И он забивает. Что за шикарные, не знаю, дни, недели проходят у Муниса в Мадриде. Второй хэт-трик подряд у Хавьера Муниса в составе мадридского Реала. Ну и пошел разгон атаки. Хавьер Мунис на Куба отдает. И отдаем мы голевую передачу. Ну, потому что мы видим, как Анчелотти доверяет молодому японцу. Ну, я не знаю, здесь он молодой или нет. Хотя третий сезон идет. Не знаю, может, 22-23 где-то ему. Не знаю даже, сколько ему сейчас. Вот. Примерный возраст сказали. Поэтому почему бы не наградить паренька. За его вот это вот трудолюбие мы видим, как он выкладывается во время игр. Хоть и выходит на замену. Поэтому отдали на него голевую передачу. И, кстати, наша вторая голевая за Мадридский Реал. В итоге 4-0. Хэт-трик Хавьера Муниса. Первый хэт-трик на Сантьяго Бернабео в составе Мадридского Реала. Еще и плюс голевую отдали в концовочке. Ну и по заданиям. Рейтинг матча мы выполнили. Но вот не выполнили пассы в атаке. Хотя забили дальний удар. Забыл я выполнить пассы в атаке. Но и без этого мы победили. Так. Барселона снова выиграла. В 29-м туре. И вот сейчас у нас очное противостояние против Барсы. Как говорится. Эль Классика. И это первая Эль Классика. Хавьера Муниса в карьере. Не понял. Куда у нас все тренировки делись. Раньше прям по одной кнопке можно было потренироваться. Сейчас я не знаю, куда они пропали. Очень странно. Итак, уже даже в новостях пишут. Реал Мадрид против Барселоны. Матч, в котором может решиться судьба титула. Ну, действительно. Одно очко разницы. Мы играем дома. Барса на первом месте. У обеих команд как бы вот эти есть преимущества. Составы на наших кранах. Мне не получилось вроде даже в двух матчах обыграть Барселону. Или я один вообще играл в этом сезоне именно за Валенцию. Но я забивал за Валенцию ворота Барсы в этом сезоне. Поэтому теперь поменяли мы команду. У нас и рейтинг стал побольше. Позицию поменяли. Ну, кстати, сейчас на поле единственные два футболиста из Ла Лиги. Которые попали в команду года там у Ефа. Это я в составе Валенсии и Робертсон из состава Барселоны. Поэтому как-то так. Поехали. Ну что же, Эль Классико. Матч, в котором должно все решиться. Если сейчас вообще Барселона победит, то в 4 очка будет лидировать. И нам будет трудно ликвидировать вот это вот отставание. Поэтому надо побеждать. Оценка не ниже 8.5. Три удара по воротам и забить один гол. Но будем пробовать дополнительно оценку 10.0 получить в Эль Классика. А там уже за три удара может быть один гол. Пол-то изобьем. Так, а вот пошел перевод на Лукса Васкеса. Ух, Муниес надо забивать. Выход 1 на 1. Удар. И 1-0. 1-0. Реал выходит вперед в Эль Классика. 60 минут потребовалось Мадридскому Реалу и Хаверу Мунису, чтобы забить свой первый гол в Эль Классико. Ну вот просто замечательно. Хотел на самом деле-то я бить в правый угол. Я не знаю, там как-то с рикошета, наверное, от защитника. Смотрим. Да. Я не знаю, засчитаю ли на меня гол или будет гол Гарсии. Нет. Хавер Мунис, 34-й гол в 30-ти матчах Ла Лиги. Мунис. Отличный момент. И пробить можно. Какой гол забивает Хавер Мунис. 2-0. Дубль Мунис за ворота Барселоны в составе Мадридского Реала. Это просто что-то с чем-то. Уверенно переигрывает сейчас Реал Барсу. Не знаю, благодаря Мунису или нет. Но возможно. Но это не точно. Поговорим об этом в конце сезона. Если Реал станет чемпионом, то в какой-то мере все-таки ключевым было вот именно подписание Муниса в зимнее трансферное окно. Потому что немало победных голов Мунис принес Реалу. Кантуан Гризман. Передача. И забивает Никола Баррелла на 90-й минуте. Куртуа пропускает. И победа в сухую. Сегодня точно у Реала не будет. Второй гол в 10-ти матчах. Забивает Баррелла. Тоже, наверное, зимой перешел в Барселону. Так, Мунис. И все. Финальный свисток. В Эль Классика побеждает мадридский Реал. Дубль Муниса. Приносят 3 очка. Во-первых, мадридскому Реалу. Во-вторых, Реал поднимается на первое место. Тем более, мы сейчас еще и будем лидировать на 2 очка. Ну и по заданиям на матч. Оценка 10-0 выполнена. Мы забили 2 мяча. И нанесли 2 удара. То есть, у нас 100% КПД. Но вот не успели просто нанести 3-й. Защитники просто не давали моментов для вот этого 3-го удара. Так, ну и кандидаты на звание игрока месяца в марте в Ла Лиге. Снова мы с Куртуа из мадридского Реала. Также Хименес из Атлетика Мадрида. И Нино из Хетафи. Вот. Ну посмотрим. Потому что я забил за этот месяц 2-х и 3-ка. Если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Да, ворота Хетафи. Ворота Сельд. И еще дубль ворота Барселоны. Поэтому, мне кажется, однозначно мне нужно отдавать эту награду. Ну а на этом все. Мы заканчиваем сегодняшний выпуск. В следующем выпуске у нас будет концовка. Знать бы уже какого сезона. Но по сути это должен быть 3-й. Вот. 21-22 это первый сезон. 22-23. И вот сейчас идет 23-24. Да. Заканчивается третий сезон. И узнаем, получится ли у нас с первой попытки участия в Лиге Чемпионов выиграть этот заветный наш трофей. И выполнить еще одну цель в нашей карьере. И останется просто уже получить золотой мяч. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. И канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok